На дорогах региона произошло уже несколько аварий с дикими животными. Чаще всего на трассах сбивают лосей. С чем это связано и какая ответственность грозит водителю, выяснял Николай Смирнов. Эта авария случилась несколько лет назад на трассе Екатеринбург-Тюмень. Молодая лосиха бросилась прямо под колеса легковушки. Само животное погибло, машина вылетела с дороги и перевернулась. Каждый год в нашем регионе происходят десятки подобных аварий, связанные они с особенностями поведения животных. На данный момент у самок лосей идет период отела. Они как бы прошлогодних телят отгоняют от себя, и они как бы глупые. Поэтому выходят на дороги, зачастую их видят в населенных пунктах. В апреле месяце был случай, когда годовалый лось заходил в город Тюмень. За сбитое животное предусмотрена ответственность водителя. Так за лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя 60, за косулю и кабана 40 и 30 тысяч соответственно. За сбитых кротов, хомяков и сусликов по 100 рублей. А вот если животное положить в багажник и уехать, в дело вступит уголовный кодекс. Статья 258 «Незаконная охота» предусматривает до двух лет лишения свободы. В этом году уже за 10 дней произошло 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек. В минувшем году за весь год произошло 10 ДТП, в которых было 16 пострадавших. Но кроме этого еще есть аварии без пострадавших. В прошлом году их было 202, в этом году 48. Наиболее опасными в плане появления диких животных считаются трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском, Тобольском и Увасском районах, а также Тюмень-Омск в районе Галышманово. Здесь проходят пути сезонной миграции зверей. Следующий пик активности специалисты прогнозируют к концу июля, начало августа, когда максимально активизируется гнус и слепни. Животные ищут продуваемое пространство, именно поэтому выходят на дороги и даже заходят в города. Николай Смирнов, Иван Кобин, Тюменская служба новостей.